Сегодня в последний день ноября в Англии подводят итоги месяца МВМБ. Так называется 30-дневная акция, участники которой отращивают усы и собирают деньги на лечение рака простаты. Наш СОПКОР в Лондоне Митейловский встретился с участниками акции и оценил, кому за месяц удалось отрастить самые красивые усы. Одна из старейших лондонских цирюлин уже давно работает как парфюмерный магазин. И только на месяц помещение в самом конце зала открывается и начинает работать как парикмахерская. В ноябре сюда каждый день приходит этот пожилой джентльмен Роберт. Приходит он сюда с тем, чтобы бесплатно брить бороды и стричь бакенбарды, а главное подравнивать усы. Ведь ноябрь это месяц усов, тут его называют МВМБ, а по-русски УСАБРЬ. Именно в ноябре мужчины во многих странах мира начинают отращивать растительность над верхней губой, для того, чтобы привлечь внимание к мужскому здоровью, а в частности собрать деньги для фондов, которые борются с раком простаты. Идея бороться усами за здоровье пришла в голову нескольким австралийцам во время посиделок в пабе. Джей Си, один из четырех основателей этого движения, рассказал нам, как все это начиналось. Это был 2003 год. Была компания ребят, которая просто хотела вернуть моду на усы, как у рок-звезд раньше. Мода исчезала. И мы решили ее не просто вернуть, а еще и подкрепить хорошей идеей. И вот 30 смелых парней отрастили себе усы на 30 дней. И попытались рассказать, зачем мы это сделали, как можно большему количеству людей. Это был первый Мовембер. Стать участником Мовембера очень просто и крайне привлекательно. Достаточно опросить усы и зарегистрироваться на специальном сайте. Статус мо брата обеспечен. Через этот же сайт можно делать и пожертвования. В ряду участников могут вступать и мои сестры. У самых, конечно же, никто не обязывает, но поддержать своих мужчин в такой небритой борьбе они могут и словами монетой. На протяжении всего месяца для участников организовывают различного рода вечеринки, мероприятия, даже скидки есть. А денег Мовембер с каждым годом приносит все больше и больше. Сначала денег не было вообще. А к этому году удалось собрать более 150 миллионов евро. В нашем движении уже почти 2 миллиона человек. В усах, по мнению Джей Си, есть особый шик. Они только для сильных духом и упрямых характером. Для них же есть и специальные аксессуары, вроде этого маленького гребня. А этот брат Мов в движении уже 2 года. Усы для него это способ выделиться, а также возможность сделать доброе дело. Отращивать усы, да еще и кудаковым поводом, это просто прикольно. Еще это такая мужская штука, в которой мы можем выделиться. Вот что могут сделать парни, но не могут девушки. Поэтому каждый год приходится стараться и отпускать усы какой-то новой формы. Ну а телеканал «Дождь» в моем лице решил тоже принять участие в усатом ноябре. И походить немного часами. Сейчас посмотрел в зеркало, выглядело, чувствовали, довольно смешно. Надеюсь, приятно. Еловский до этого-то был у нас красавчиком. А сейчас Британия его и подавно изменила еще в более лучшую сторону. Друзья, на...